Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. В притче о блудном сыне благовествуется нам о том, что, имея двух сыновей, отец имел много скорби от своего младшего сына, который потребовал от него еще при жизни отца разделить с ним имение. Обычно имение-то разделяется после, ну, то есть наследие осуществляется после смерти владельца имения. Но он потребовал имение разделить, и любящий сына отец пошел ему навстречу и отдал ему часть имения. По прошествии немногих дней младший сын, собрав все, пошел в дальнюю сторону и там расточил имение свое живя распудно. Когда же он прожил все, настал великий голод в стране той, и он начал нуждаться и пошел, пристал к одному из жителей страны той, а тот послал его на поля свои пасти свиней. И он рад был наполнить чрево своими рожками, которые ели свиньи, но никто не давал ему. Под образом человека, евангелист, выводит Бога воистину, человека любимого, а под сценовьями два разряда людей, а именно праведников и грешников. В дальнейшем будем видеть, что те, кто здесь выводили в качестве праведников, скорее похожи на разряд фарисеев, но это будет видно. И сказал младший отцу отче, дай мне следующее, мне часть имения. Праведность есть древний удел человеческой природы, и посему старший сын не вырывается из отеческой власти, а грех есть зло впоследствии родившееся. Посему и вырывается из-под родительской власти младший сын, который вырос с грехом, приведшим впоследствии. Иначе грешник называется младшим сыном, как нововводитель, отступник и возмутитель против отеческой воли. Имение есть разумность, которой подчиняется и свобода, ибо всякое разумное существо свободно. Господь дает нам разум, чтобы пользовались им свободно, как истинным нашим имением, и дает всем равно, ибо все равно разумны и самовластны. Но один из нас пользуется всем достоинством согласно с назначением, а другие дарования Божие делают бесполезным. Под имением нашим можно разуметь все вообще, что Господь дал нам, именно небо, землю, всякую вообще тварь, закон пророков. Но младший сын увидел небо и обоготворил он ее, увидел землю, почтил ее, а в законе его не хотел ходить и пророкам делал зло. Старший за сыном всем своим пользовался во славу Божию. Господь, дав это все в равной мере, позволил каждому ходить по своему произволению и никого, не желающего служить ему, не принуждал, ибо если бы хотел принуждать, то не сотворил бы нас разумными и свободными. Младший сын все это в совокупности расточал. И что было причиной? Он пошел в дальнюю страну, человек, когда отступит от Бога и удалит от себя страх Божий, тогда он расточит все божественные дары. Будучи близки к Богу, мы ничего не делаем такого, что достойно погибели, но по сказанному всегда видел я перед собой Господа, ибо он одесну и меня не поколеблюсь. Удалившись и отступив от Бога, мы делаем и терпим всевозможное зло, по словам удаляющие себя от тебя погибнут. И так неудивительно, что он расточил имение, ибо добродетель имеет один предел и есть нечто единое, а зло многочастно и производит много соблазна. Когда он начал нуждаться, поскольку не боится Бога, но далеко отстоит от Него, тогда как нет скудости у боящихся Господу. Почему же нет скудости у боящихся Господа? Так как у боящегося Господа и крепко любящего заповеди Его, обилие и богатство в доме Его? И он скорее по своей воле расточает и раздает убогим. Так далек он от студости. И пошел, а кто ушел далеко от Бога и не имеет перед очами грозного лица Его, тот неудивительно будет испытывать нужду, поскольку в ней не действует никакое божественное слово. И пошел он, пристал к одному из жителей страны той, соединяющейся с Господом становится один дух с Господом, а совокупляющейся с блудницей, как сказано сегодняшним апостоле, то есть природой бесов становится одно тело с нею, всецело делаясь плотью и не имея к себе места для духа, подобно жившим в дни потопа. Преуспев и укрепився злобе, он пасет свиней, то есть и других учит злобе и грязной жизни, ибо все находящие удовольствие в тине бесчестных дел и вещественных страстей. суть свиньи, говорит блаженный Феофилак Болгарский, несчастный желающий насытиться грехом, не получает всего насыщения, ибо привыкший козлу не находит насыщения в нем. Удовольствие непостоянно, но как приходит с тем вместе и отходит, а несчастность и опять остается с пустотой в душе, ибо грех подобен рожкам, которые, имея сладость и горечь, на время услаждает, но мучит навеки, ибо не даст насытиться злом тому, кто услаждается им, да и кто даст ему насыщение и покой? Бог, но при нем нет его, ибо питающиеся злом уходят далеко от Бога. Бесы, но они, как они дадут, когда они о том особенно и стараются, чтобы никогда не было покоя и насыщения от зла. Со временем спасающий, со временем блудный сын пришел в себя, пришел в себя и увидел, и увидел, что сотворил. И увидел, что он, имея достоинство сынов Божий, сына Божия, пренебрег им и оказался хуже, чем наемники в доме отца своего. И посему вернулся к нему, встал и пошел к отцу своему. И нам должен не только желать того, что угодно Богу, но и самим делом исполнять дело покаяния. Слава Господне будет сопровождать тебя слова пророка Исаии, которые приходят на сердце наше, когда он обнимает приходящего к нему сына, дабы соединить его с собой. Кто есть, когда сказал, он, что даст ему окормленный телец закладом и едом нетрудно понять. Он есть, без сомнения, истинный Сын Божий, поскольку он, человек, и принял на себя плоть по природе неразумную и скотоподобную, хотя и наполнил ее собственными совершенствами, посему здесь назван телецом. Итак, он был мертв и ожил, пропадал и нашелся. В этом отношении, что он пребывал во зле, он был мертв, то есть безнадежен, а по отношению к тому, что природа человеческая удобо, преклонная и легко от злобы может обратиться к добродетели, он называется пропадающим. здесь задают пресловутый вопрос, как оказывается завистливым сын, который в прочих отношениях жил и служил отцу благоугодно, но он разрешится, коль скоро сообразят, почему была сказана притча сия. Притча это вместе с предыдущими сказано, была без сомнения, потому что фарисеи, считавшие себя чистыми и праведными, роптали на Господа. Итак, здесь в начале в этой притче представляется старший сын, как не отходящий от Господа и исполняющий его заповеди, но в конечном счете впавший в грех осуждения. И здесь он как бы рисует идеального фарисея, то есть фарисеи говорят, и даже в идеале вы, исполняя закон Божий, находясь рядом с Христом, рядом с Богом, исполняя его заповеди, вы склонны к греху осуждения, греху гордыни. И вот здесь он именно это и нам говорит. итак, в этой притче мы видим, что Господь принимает грешника, оказавшегося в самой даже пучине греховной жизни, отдавшего себя на время не понимая того, он думал, что он отдает себе исполнение своих желаний, а на самом деле отдал себя тем, кто направлял его желание, то есть пучину бесовскую, но и его он принял тогда, когда опомнился сын. Откуда поэтому-то будем подобны, не будем уподобляться тому сыну, который роптал на своего отца за то, что он принял грешника. Откуда ты знаешь, может быть, тот, кого ты считаешь грешником, принес покаяние и зато принят, а также, может быть, он имеет тайные добродетели и ради них был приятен в очах Божьих. Итак, не будем осуждать согрешающих, но будем стремиться и молиться о себе самих и о тех, кто вокруг нас находясь согрешает не будем их осуждать, но будем устремляться к тому, чтобы, обличая с любовью ближних своих, устремлять их, стараться направить устремление их сердца к благому, устремление их сердца к исполнению заповедей Божьими до тихой и безмолвной житии поживем в этом мире ради вечной жизни с Богом Аминь. с Богом в этом